Накануне на базе племенного конного завода Карачаевский прошло собрание, где зарегистрировали всех участников конного перехода. Говорили напутственные слова. Из Малокарачаевского района репортаж Аллы Качиевой. Такого же мнения практически все горцы. Казбек Бастанов, как и все, со своим четвероногим верным другом Листопад, будет участвовать в переходе, посвященном Дню Возрождения Карачаевского народа. Но за день до самих соревнований организаторы проводят собрание. Инструктируют, говорят напутственные слова от старейшин главы правительства Карачаева-Черкесии. Данное мероприятие, я считаю, очень важное для нас. И это показывает, что наша гордость карачаевской породой лошадей действительно выносливая. И, по моему мнению, она единственная порода лошадей, которая может преодолевать такие расстояния. И при этом показывает хороший результат. Сотрудники ассоциации Карачаев-Хорс проводят регистрацию, в ходе которой проводится оценка кондиции жеребцов. Перемериваются росты и обмеры. А известный фотограф Ольга Бабенко формирует стенд для создания базы экстерьерных фотографий. И только после всех этих мероприятий в путь. И причем не близкий. Маршрут сложный. От Малого Карачая до Большого. Около 100 участников на лошадях карачаевской породы пройдут несколько сотен километров по горной местности в течение трех дней. Со мной в кадре пятилетний жеребец карачаевской породы по кличке Олимп. Владелец Ильгитский ямов из Татарстана уже более 10 лет занимается разведением породистых животных. Карачаевская порода лошадей меня заинтересовала, во-первых, своими ходовыми качествами, потом неприхотливостью и выносливостью. Моего четвероногого друга зовут Олимп. И мы с ним первый раз хотим пройти этот маршрут. Массовый конный переход проводится третий год подряд. Общеизвестно, что карачаевская порода лошадей максимально адаптирована под естественную горную местность. И участникам не составит особого труда пройти данный маршрут. Экспедицию будет возглавлять Осман Тикеев. Это мероприятие имеет характер выявления лучших жеребцов, чтобы они производили лучшие потомства. Выявлять лучших и чтобы лучшие имели спрос. Чтобы от них приобретались жеребята, чтобы не тратилось время зря. Чтобы одну лошадь зрелую вырастить, надо минимум 7 лет. Чтобы человек мог приехать из любой точки мира. И мы с уверенностью могли ему предложить уже проверенную лошадь. Чтобы он не тратил годы своей жизни зря. Член ассоциации карача Хорс добавляет, что мероприятие также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти предков. Осман Тикеев отметил, что маршрут будет пролегать под плата Бермамыд. ГПРС будет фиксировать пройденное расстояние. Останавливаться первую ночь всадники планируют на Гумбаши. Следующей точкой станет Худес, а финишировать конники будут в ауле Учкулан. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район.